В первом разделе данной видеоинструкции мы разберем проблемы с выводом видео по кабелю. Во втором – с кабельным подключением аудиоустройств. Проблема номер один. При подключении обычного видеокабеля, более известного как тюльпан или компонентного видеокабеля, изображение черно-белое или имеет зеленый, красный или синий оттенок. Убедитесь, что вы не подключили АВ-кабели к компонентному входу телевизора. Дело в том, что компонентные входы имеют похожие цвета, а сами разъемы механически совместимы. То же самое касается и компонентных кабелей. Если все соединения корректны, попробуйте использовать другой кабель. Возможно, дело в повреждении проводов. Вторая проблема. При подключении по HDMI устройство воспроизведения на экране ТВ нет изображения или отображается сообщение о неверном формате сигнала. В первую очередь убедитесь, что ваш телевизор и устройство воспроизведения поддерживают одинаковые видеорежимы по HDMI. Речь о том, что нельзя, например, вывести 4К-картинку на телевизор, который просто не способен ее отобразить. Проблема также может крыться в так называемом типе развертки. Full HD формата 1080p и 1080i – это два совершенно разных сигнала. 1080p или прогрессивная развертка может не поддерживаться телевизорами ранних годов выпуска. Смените разрешение на выводящем устройстве. Если вы ранее подключали устройство воспроизведения к другому телевизору по HDMI, то оно могло настроиться на режимы предыдущего телевизора. Зачастую существуют специальные комбинации клавиш на пульте и корпусе приставок и плееров. Они позволяют провести принудительный сброс настроек на заводские. Эти комбинации подробно описываются в инструкциях по эксплуатации устройств. Второй способ подойдет, когда под рукой нет инструкции. В этом случае логично подключить устройство с помощью AV или компонентного кабеля. Когда мини-устройство будет выведено на экран, вы сможете скорректировать или полностью обнулить настройки. Третья методика подойдет, если изображение выводится с компьютера. Здесь все упрощается. Экран с настройками выводящего устройства доступен всегда. Проверьте настройки драйвера видеокарты вашего ПК и установите их согласно поддерживаемых телевизором видеорежимов. Следующая проблема. При подключении по HDMI цвета сильно искажены, цвета искажаются периодически, картинка рассыпается на квадратике или подвисает. Такие симптомы возникают при некачественной передаче сигнала. В большинстве случаев это означает одно. Нужно менять кабель. Либо он некачественный, либо он поврежденный. В редких ситуациях помогает переподключение HDMI разъемов. Наконец, проблема номер 4. При подключении компьютера по VGA или HDMI картинка обрезается по краям или искажается. Попробуйте изменить следующие настройки телевизора. Войдите в главное меню нажатием кнопки «Home». Затем выберите раздел «Установки», обозначенный пиктограммой чемоданчика. Здесь вам нужен пункт «Дисплей». Далее – управление экраном. В этом меню вам понадобится проверить два раздела. Во-первых, формат экрана. Выставьте значение, подходящее вашему компьютеру. Для большинства ноутбуков подходит режим «Широкоэкранный». Если картинка по-прежнему обрезана, то двигайтесь к следующему пункту – «Область отображения». Если область отображения включена в автоматический режим, отключите его и настройте вручную. Листайте доступные значения, пока картинка не будет отображаться корректно. Первая проблема. Вы подключили акустику к разъему AV, оптическому интерфейсу или HDMI. Вы ожидаете, что звук перестанет играть в колонках телевизора и раздастся из внешних динамиков. Однако ничего подобного не происходит. Автоматическое переключение звукового сигнала происходит только если вы подключаетесь к разъему джек, то есть к маленькому разъему для наушников. Во всех остальных случаях нужно менять настройки телевизора. Нажмите кнопку «Опшенс», в открывшемся меню выберите пункт «Динамик», далее переключитесь на аудиосистему. Проблема номер два. При подключении наушников к предназначенному для них разъему звук выводится очень тихим. Вероятно, в этом случае достаточно увеличить громкость на телевизоре и проверить регулятор громкости наушников. Если он, конечно, имеется. Если уровня звука все равно не хватает, нажмите на пульте кнопку «Home», чтобы открыть главное меню. Выберите «Установки», отмеченные пиктограммой чемоданчика, затем раздел «Звук». Листайте до пункта «Наушники» или «Линейный выход звука». Эта функция отвечает за усиление аудиосигнала телевизором. Если она стоит в режиме «Линейный выход звука», следует переключить ее в «Наушники». Если к тому же разъему вы подключаете не наушники, а внешнюю акустическую систему, следует переключить параметр в положение «Линейный выход звука». Проблема номер три. Вы подключаете видеоустройство, например, Blu-ray Player или приставку по HDMI к телевизору, изображение выводится корректно, но нет звука. Проблема может крыться в стандарте используемого кабеля. Дело в том, что существует формат DVI-HDMI. Такой кабель может передавать видео, но не передает аудиоданные. При этом сам штекер подходит к современным HDMI-разъемам и выглядит почти так же. В таком случае первое, что нужно сделать, это подключить звук отдельным кабелем через аудиовыход. Однако и эта методика срабатывает не всегда. Все, что остается, это использовать полноценный кабель. Кстати, если вы подключаетесь к видеокарте стационарного компьютера, убедитесь, что его HDMI-порт позволяет выводить звук. Проблема номер 4. Вы подключили к телевизору аудиосистему по технологии HDMI ARC. Оба устройства поддерживают данный стандарт. Кабель – качественный и новый. В настройках телевизора выбран вывод звука на аудиосистему. Однако звук во внешних динамиках все равно отсутствует. Проверьте следующее. Во-первых, правильность подключения разъемов. У телевизоров BRAVIA несколько портов HDMI, но не все они помечены логотипом ARC. Во-вторых, убедитесь, что ваш телевизор настроен правильно. Должна быть включена функция управления SYNC BRAVIA. Нажмите на пульте управления телевизором «Home». Выберите раздел «Установки», отмеченный пиктограммой чемоданчика. Далее вам нужен раздел «Внешние входы». Затем «Настройки SYNC BRAVIA». После этого «Управление SYNC BRAVIA». Выберите положение «Включено». Кроме того, нужно активировать данную функцию на аудиосистеме. Для этого используйте заводскую инструкцию. Как видите, большинство проблем с кабельным подключением аудио- и видеоустройств вызваны внешними факторами, либо банальными недоразумениями. Надеемся, они не испортят вам впечатление от использования SYNC BRAVIA.